здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня 12 мая у многих в регионах в начале мая прошли заморозки подмосковье москва другие регионы прошли заморозки и многие пишут вот виноград вымерз соцветия замерзли отвалились и так далее что дальше делать у нас получилось так что морозов не было нам повезло вот ожидается вроде как вторая волна морозов через несколько дней опять будет будут морозы в регионах у нас будет до плюс 7 ночью опускаться у нас было плюс четыре плюс пять здесь вот поэтому до морозов у нас слава богу не дошло поэтому виноград в принципе чувствует себя хорошо вот видите уже такие лозы по метра по полтора вымахали вот уже даже до верха видите некоторые доходят что же делать если виноград получил обморожение слава богу у меня виноград обморожение никаких не было не получил но буду снимать уже на пальцем вам показывать вот бывает такое что виноград получил обморожение у меня участок кстати говоря начинает зацветать многие сорта уже прям зацветает у тех у кого получил обморожение что нужно делать во-первых оставляем виноград в покое не трогаем его у винограда есть вот в пазухе основной почки есть еще штук пять запасных почек поэтому запасных почек выбьет обязательно может быть не здесь может быть здесь полностью перемерзла где-то проводящая система возможно перемерзла но в любом случае куст начнет восстанавливаться через неделю начнут выбивать новые почки новые побеги и уже из этих новых побегов сформируете куст да скорее всего на многих кустах вы останетесь без урожая есть сорта которые вот закладывают только на основных почках виноградные грозди на запасных не закладываются грозди поэтому можно попробовать получить на пасынках отдельно сниму вам видео про пасынковый урожай пока вам нужно оставить кусты в покое просто также продал продолжить за ними ухаживать все что черное у вас увидите полностью замерзла оставляем в покое ничего не обрезаем ничего где-то что-то у вас начнет живое отбивать потом все это мертвое вы срежете пока ничего не трогайте кто-то пишет там чем помочь как можно подкормить как можно там что сделать может быть там какие-то стресса эти самые препараты циркон и пин ну честно я результат по циркону и пину сильно большого не увидел больше разрекламирована эта вещь чем эти препараты чем она действительно работает просто оставьте его в покое пускай он восстанавливается куст у вас восстановится начнут расти вот такие вот молодые побежки из этих молодых побежек также потом сделайте вылом уберете лишние побеги оставите только те пускай растут холостые ничего страшного пусть растут холостые возможно вам придется возможно у вас лоза часть лозы вымерзнет потому что там было сокодвижение стукнул мороз возможно часть лозы будет проводящей системы повреждена ну будет выбивать допустим вот один здесь выбит один может быть ну а здесь полностью будет сухое ничего не выбить тогда вам нужно будет возможно полностью весь вот этот рукав у вас будет поврежден ну через неделю вы увидите дней 10 ждите если толку нет значит лишнее обрезаете там где повыбивала доставляете он бывает так вот что основной рукав полностью вымерзает вот начинает выбивать со ствола тогда со ствола начинаете выращивать новые побеги вот новый рукава вот друг другого варианта я не вижу потому что ну если их был мороз то ожидать чего-то от куста что будет там супер урожай ну смысла нет есть до сорта которые выбивают и спящих и спящих почек выбивают с гроздями и так далее вот у меня здесь есть виноград взрослый кусок видеть и спящих почек вот спящей почки вот выбил с гроздями видите он со спящих почек закладываются грозди бывает такое тоже бывает что грозди не закладываются с такие сорта даже не на каждой плодовой почки закладывается урожай поэтому зависит от сорта для всех или гибридной формы для всех пустов винограда одинакового решения нет вот поэтому выращиваем лозу вот так вот вот такого плана новую всю потом то все что сухое через неделю просто срезаем и все кусты восстанавливаем полностью надеюсь что больше морозов у вас не будет и виноград нормально кусты винограда нормально восстановится кто-то во время того что знает заморозки будут начинают поливать дождевание делать еще что-то ставят поливалки вот такие вот крутящиеся поливалки вот наподобие вот таких как у меня вот стоят вот такого плана ставят поливалки и виноград полностью во время мороза ну опрыскивает да каким-то способом это спасает но в общем итоге виноград все равно вас покроется льдом то есть как будет в ледяной корке и тоже ничего хорошего из этого не выйдет поэтому грозди в любом случае придут негодность поэтому бессмысленно вот эти вот все процедуры делать ну замерз замерз значит отбивают новые побеги у меня пару сезонов такая вот беда была ранее весна с начала февраля теплые деньки виноград весь просыпается и потом приходят возвратные заморозки когда вот такие вот уже лозы вот такого плана ну конечно не такие большие вот такого плана лозы вот бывает и побеги точнее и стукает мороз минус 6 но соответственно это все убивает ну как видите вот я весь я с виноградом часть кустов конечно я убрал ну это не из-за заморозков и убрал потому что ну реконструкцию виноградника делаю переношу оставляю те сорта которые мои самые любимые убирайте сорта которые из которых в основном делаю самогонку смысла нет самогонку же огромного количества делать не буду чисто так сделаю может одну-две перегонки за сезон не буду там делать огромным количеством поэт потому что в таком количестве я не употребляюсь я там выпью за год может быть литр этого самогона за целый год то делать 30 литровые бочки тоже бессмысленно вот ну не буду отступать от темы в общем если виноград у вас померз ждем и выращиваем новые кусты часто бывает в новые кусты новые побеги и новые лозы бывает то что вот это вот эти все рукава полностью обмерзает и начинает выбивать только снизу если у вас виноград не привитый корни собственной в этом плюс корни собственных сортов в том что вы можете тот же самый сорт обратно быстро куст восстановить если у вас привитый то прививка полностью бывает так что вымерзает если вся прививка у вас вымерзла начинает выбивать снизу дикарь соответственно куст вы потеряли либо выращиваете лозу с дикаря на него прививаете культурный сорт тот который вам нужен либо куст идет на удаление и сажаете рядышком сейчас продают очень много виноградаре закрытой корневой системой виноград может покажу вот наподобие какого вот таких вот стаканчиках вы можете приобрести спокойно посадить его виноград особо стресса не получит и высаживаете и выращиваете рядом новый курс тот восстановится хорошо не восстановится значит тут убираете переводите свой виноградник на молодые вот такие кусты если серьезные повреждения но обычно виноградник весь восстанавливается очень редко когда бывает такая ситуация что виноградник практически не восстановился корень обычно живой остается поэтому как-то так часто бывают аномальные зимы аномальная весна бывает вот и происходит с виноградом то что происходит поэтому нужно быть к этому готовым и сильно не расстраиваться бывает такой год у меня один сезон даже два сезона виноград в прошлом году допустим виноград у меня цвел и во время цветения течение там 10 дней когда-то виноград цвел шли дожди то все цветы все позбивал град был дождь дождь шел сильный проливной в общем все цветы практически позбивал ну винограда было не так много как хотелось бы и грозди были не такие товарные очень сильно виноград болел из ограда побила лозу туда попала какая-то инфекция и папаш пошел антракноз все кусты болели ужасно в этом году антракнозов ни на одном кустики нет вот в прошлом году кусты ну практически 30 процентов кустов были повреждены антракнозом просто раны были на лозах просто вырезал вырезал обрабатывал химичил ну что более-менее кусты восстановить к этому году уже об урожае этом сильно не пекся самое главное восстановить кусты у вас сейчас такая же задача восстановить кусты для того чтобы на следующий год получить урожай сильно в этом году уже за урожаем не гонитесь восстанавливайте кусты часть из спящих почек выбит часть сортов выбит с гроздями то что с гроздями получите урожай то что без грозей выращиваете пустую лозу пусть куст нормально у вас восстановится на следующий год уже получите урожай ну в принципе все что хотел сказать спасибо за внимание до свидания